Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами мастер ПДД Гасанов и, как обещал, обзор на измененные билеты ПДД. Как мы знаем, с 1 сентября у нас произошло изменение в ПДД, то есть именно в техническом регламенте. У нас изменились вопросы также и в ПДД. И для начала давайте я сразу скажу, какие билеты изменились. Это четвертый билет, 28, 22, 10, 6 и получается третий. То есть каждый 18 вопрос в этих билетах у нас был изменен. Обещал вам обзор, вот и делаем. Кстати, это самые нелюбимые вопросы всех учеников, потому что они без изображения, а ученики их обычно не любят. И для начала давайте с вами повторим правила, как нужно делать билеты. Для начала 50% вашего успеха зависит от того, как вы прочитаете вопрос. Очень-очень важно. В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства? Установленные, не предусмотренные. Если уже что-то не предусмотренное, в любом случае нельзя, он сразу отпадает. Конструкция светового прибода, оптические элементы, то есть нельзя. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям. Тоже есть требования, и если он не соответствует логически, мы уже можем понять, что он нам не нужен. На самом деле здесь очень много просто логически можно отсеять. Рассеиватель внешних световых приборов отсутствует или повреждений, конечно же, нельзя при них. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета. Они у нас допустимы. На самом деле эти изменения некоторые вообще очень дебильные. Мне кажется, они вообще направлены на то, чтобы усложнить ученику и так сдачу этого ПДД, и так у учеников стресс, и тем более вот эти без картинки, они и так сложны. Ладно, дальше поехали. Как обязан поступить водитель, если во время движения отказал в работе стекламователь? Стекламователь не является серьезной поломкой. Ну, давайте по вариантам пробежимся. Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью. Ну, вообще, очень такой дебильный ответ. С особой осторожностью. Вообще не понимаем, что такое особая осторожность. Он отпадает. Прекратить дальнейшее движение. Еще раз. Стекламователь не является серьезной поломкой. То есть прекратить дальнейшее движение у нас в любом случае тоже отпадает. Попытаться устранить неисправность на месте. А если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер осторожности. Ну, обычно в таких технических вопросах вот такие самые дебильные ответы, они у нас получаются правильными. Второй, то есть попытаться устранить или до ремонта поехать. Дальше. При каком минимальном значении света пропускание ветрового стекла или стекол, через который обеспечивается передняя обзорность для водителя, разрешается эксплуатация транспортных средств? Это самый любимый вопрос, конечно же, всех учеников, и мне кажется, тут все и так знают, что это у нас 70%. Давайте просто запомним, и все. При каких дефектах ремней безопасности разрешается эксплуатация транспортного средства? Да, к сожалению, ремни безопасности у нас не пристегивают, а над какими-то дефектами вообще никто не думает. Еще раз, ремень у нас обязателен, и вообще для начала он должен быть в автомобиле. Я могу сказать, что у нас, по крайней мере, он не у всех есть. Ладно, поехали. Имеются надрывы на лямке. Конечно же, нельзя. Вообще, говорят, что если подвесить автомобиль на ремень безопасности, на весу, он его будет держать. Но если, например, имеются какие-то лямки на лямке надрывы, то есть он может порваться, и наоборот он вас погубит. Лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство? Тоже, конечно же, нельзя, потому что она вообще не обеспечивает безопасность. При резком вытягивании лямки ремня с аварийным запирающим втягивающим устройство не обеспечивает... Короче, прямо само хочется вырвать от этих вопросов. Проще говоря, единственное, что разрешается, это потертости. Все остальное вам будет запрещаться. Хотя мне плохо верится, что наши сотрудники безопасности это будут проверять. Я не знаю, зачем они это все ввели. Четвертый. Я надеюсь, здесь все поняли. То есть имеются значительные потертости. От этого эффективность ремня безопасности не теряется. Дальше. Эксплуатация автомобиля запрещается, если в верхней части ветрового стекла имеется прозрачная цветная пленка шириной более. Обычно она клеится для того, чтобы солнце не слепило водителей вверху лобового стекла, где зеркало заднего вида. Нельзя, если ее ширина будет более 140 мм. Иногда у нас чуть побольше дел. Это вот это уже, скорее всего, наши сотрудники полиции будут проверять. То есть здесь уже будете поосторожнее. Правильное ответство 40 мм. В каких случаях запрещается эксплуатация мотоцикла? Давайте здесь сразу правильный ответ с вами разберем. Вообще огнетушитель не нужен в мотоцикле. Там нужно... Раньше вообще нужна была только аптечка. Сейчас она тоже вообще не нужна. Так, имеется люфт в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. Для начала у нас вообще очень мало осталось этих мотоциклов с люлькой. Я на самом деле вообще очень давно не видел. Но вот где прицепляется этот прицеп к самому мотоциклу, если там имеется люфт, то есть люфт, он болтается, проще говоря. Так нельзя ездить. Хотя вот и не знаю, где у нас будет такое. Даже примерно... Даже не знаю. Еще раз. Вот примерно чуть-чуть мы пробежались по ним. Вот они у нас все билетики. И еще раз, какой-то особой информации или, не знаю, какой-то без... Они не направлены для безопасности, к сожалению, наших водителей. Вот их понапридумывали, уточнили, вставили. И, к сожалению, ученикам стало чуть-чуть сложнее сдавать. Будьте осторожны. Пока что это измененные вопросы. Если будут еще другие, сделаю следующий обзор. Всем хорошего дня и хорошей сдачи экзаменов.